Жаркий спор у жителей деревни Лопатина длится уже не первый год. В летний период канализационные стоки соседа из 10-го дома растекаются по всей деревне. Подтверждением тому служат эти фотографии. Так как у него дом, офис здесь находится, соответственно, очень большой отвод канализационных вод. Машину вызывать, Лососку, очень дорого. Централизованной канализации у нас здесь нет. Чтобы он сэкономит, открывает вот эту калиточку, выбрасывает пожарный шланг в ту сторону. И под уклончик все течет просто к нам. Жители дома в 83 неоднократно обращались в полицию и Роспотребнадзор. Но пока ответа не получили. Надоело, уже просто сил нет. Потому что это длится не один год. Вся деревня караул кричит, вся деревня. В момент приезда нашей съемочной группы на территории 10-го дома находилась специальная машина для откачки отходов и сливной ямы. Водитель утверждает, на объекте работает уже не меньше полугода. Как часто приезжаете? Через день приезжаю. По 2 10 откачиваю. А по сколько кубов откачиваете? По 4 куба. 8 кубов через день. А как давно сюда начали приезжать? Больше 6 месяцев. Вслед за этим на участке появился и сам собственник дома. Прокомментировать нападки соседей не отказался. Более того, выдвинул и свои жалобы в адрес обвинителей. У нас должна быть между участками дорога, в которой ливневка должна там проходить. И они дорогу заняли и оформили на себя ее. Дорогу не хотят освобождать. А мне деваться некуда, воду куда-то надо лить. Потому что на улице... Какая канализация? Куда льете? Я вам справку дать, что это не канализация. У меня есть документы, у меня документы есть, что мне канализацию вывозят. Я сливаю дренажную воду. Я сливаю на свой участок, а не на их участок. А если она на них течет, я в этом не виноват. Чтобы убедиться в наличии договора на вывоз канализационных отходов, мы проследовали в офис собственника. Документ Михаил Аникеев предоставил. Однако, насколько он исполняется сейчас, зимой, судить сложно из-за снега. Поэтому вернемся к этой теме будущим летом. Юлия Богосян, Николай Карванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.